Кармические задачи и судьба – как двухполосное движение такое. Есть сопротивление потока, и ты когда в потоке. Карма – это то сопротивление, которое мешает тебе на пути движения в своей судьбе. Но если ты, не решая кармические задачи, начинаешь скатываться на обочину дороги, то ты приезжаешь не туда, куда тебе по судьбе положено. Каждому человеку определена его судьба, его дорога. Представь, что тебя привели на землю и дали тебе твою дорогу твоей судьбы. И эта дорога проходит по пляжу. Ты можешь увязывать в песке, где-нибудь там подальше в материк, по колено, и жить эту жизнь очень тяжело. Ты можешь зайти в море и гребсти, и тоже будет тяжело. А можешь идти по краешку моря, по щиколотку в воде, легко и непринужденно. Там, Богу, все равно как ты ее пройдешь. По колено в грязи, по щиколотку в воде, или по макушку в воде ты ее пройдешь. Ты пройдешь ее очень тяжело, ты пройдешь эту жизнь очень легко. Ему все равно как ты, он примет любой твой выбор. И это только твой выбор. Выбери легкую жизнь. Сделай так, как тебе удобно. Дело в том, что еще помимо самой кармы, есть задачи, которые ты должен выполнить в определенном возрасте. Ты начинаешь уворачиваться от этих вот всех кармических задач. И доуклонялся тебе 40 лет, и ты не решил задачи, которые ты должен был решать в 17 лет. У тебя не было там первой любви. У тебя не было детей в 23, в 25. У тебя нет хорошей работы в 40. Ни квартиру ты не купил, ни дом. К чему ты придешь? Ни к чему. Но зато ты вернулся от всего. От всей ответственности, которая на тебя шла. И прикол в том, что каждая задача, от которой ты уклонился, она делает еще 4. Вместо того, чтобы решить одну задачу, у тебя появилось еще 4 задачи. Ты просто погрязаешь в этих задачах, и не знаешь, за что потом цепляться. Вы, наверное, каждый из вас видел человека, который в какой-то момент промолчал, и потом это вылилось какими-то огромными проблемами. Мать не отпустила ребенка на учебу, и потом через 20 лет это такая проблема, что непонятно, что с этим делать. Ты женился и вовремя не сказал, что суп недосоленый, и всю жизнь ты ешь недосоленый суп. Это приводит к неврозу. Вы замечали, что проблемы, нерешенные в жизни, они повторяются. И мало того, что эти проблемы повторяются с большими проблемами. В аюрведе есть такое понятие, как колесо сансары. Это те круги, по которым мы ходим. То есть это твоя жизнь. Ты прожил, он у себя к Богу, у тебя опять, и ты крутишься. И очень важная задача состоит в том, чтобы выйти с этого колеса, чтобы колесо сансары не проворачивалось еще один раз. Потому что в каких-то теориях есть такие вещи, что есть 9 жизней, 9 воплощений, которые нужно пройти. То есть 9 кармических задач. Есть люди, которые остаются на второй год. И с жизни в жизнь это колесо крутят с одной и той же проблемой. И поэтому говорят, вот это колесо сансары провернулось еще один раз. Это тогда, когда человек не прошел свой кармический урок. Поэтому очень важно проходить свои уроки прямо сейчас и здесь, чтобы в следующей жизни решать задачи более высокого порядка. Ложка дорогая к обеду. Кормологик – один из серьезных проектов. Алексей Ситникова, профессор, академик и регалий очень много. Очень глубокий, очень мудрый, очень образованный человек. С нелегкой судьбой. И вообще всем рекомендую зайти на его YouTube-канал. Человек невероятный. Я не знаю, знаком ли он со мной, но мы с ним вот прям здоровались за руку. У него есть проект Carmologic. 54 закона жизни. Как он его создавал? В Фейсбуке с группой учеными написал, какие жизненные законы вы знаете. И в общем в группе стали собираться люди. И люди там писали года два, это все обсуждалось. Вплоть до того, что баба с пустыми ведрами на дороге – это недобро. Это все собралось в кучу. И он вывел 54 закона жизни и сформировал из этого книги. И потом он когда нес ученым, ученые говорили, да, вот это есть. Когда он нес теологам православного, они говорили, вот здесь вот это есть в православии. К сломистам они говорят, вот это есть. Все-все-все подтверждали. И вот эта книга «54 закона. Как нужно жить». Это свод законов, которые помогут тебе принять правильное решение. Все законы написаны кровью. ПДД, гражданское право, конституции и так далее. И вот эти жизненные 54 закона, они тоже написаны кровью. Кто-то уже обжигался, кто-то бился. Это не увлекательное чтиво. Это надо прям думать. Ее прочитать невозможно за раз вот так, потому что я пробовал, у меня не получилось. По наитию ты можешь брать и наугад открывать страницу и читать. И ты будешь получать ответ. Ты можешь брать там по разделам какую-то прям тему и сесть прочитать, которая тебе интересна сегодня. То есть это настольная книга. И ты, в принципе, если научишься читать и слышать ту информацию, которая там дана, ты будешь жить более правильно, ты будешь жить как мудрец. Когда ты не мудр, ты все подвергаешь сомнению почему-то. Тебе надо перепроверить, пересмотреть. Но ты можешь прочитать эту книгу и искать подтверждение. К 40 годам ты поймешь, что это в принципе все правильно написано.